МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, доброе утро. Это утро в Большом городе. Нам есть чем с вами поделиться. Например, следующую новость я лично считаю позитивной. Хотя целых 4 человека со мной не согласится. Потому что 4 человека уволены. Президент Украины Петр Порошенко уволил 4-х одиозных судей. Соответствующий указ обнародован на сайте президента. Итак, кого и за что уволили? Судя Печерского районного суда Киева Родион Киреев уволен за то, что приговорил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко к заключению под стражу безосновательно. Также уволен судя Червонозаводского райсуда Харькова Елена Васильева, которая привлекла к административной ответственности активистов-майдановцев на 15 суток. Судя Оболонского райсуда Киева Виталий Литвинов уволен из-за целого ряда необоснованных решений касаемо активистов Евромайдана. И уволен луганский судья Ленинского райсуда Алексей Золотарев. В феврале 2013 года он принял четыре неправовых решения о праве собственности на трубопроводы, которые находятся в Луганской области. Слушайте, я бы на самом деле был бы счастлив, если бы я утром проснулся и прочел бы новое, что администрация президента приняла решение провести радикальную судебную реформу и в рамках всей этой судебной реформы остранить действующий судейский корпус от принятия решений. Это было бы идеальное решение, но в принципе курочка по зернышку, поэтому четверо судей это тоже уже на самом деле неплохо. Четыре судей в два года, такой себе показатель. А чекает, а их просто звильнило и все? Ну да? Ну, как минимум президент Аброшенко не может своей подписью, например, привлечь их к уголовной ответственности. Он имеет право их за нарушение присяги только лишить действующих должностей. Но они неприкосновенности после этого лишают? Да. Вот еще, друзья, один важный момент, это то, что Украина планирует поднять цены для «Газпрома» за транзит газа по своей территории. 4,5 доллара, кажется, будет за 100 километров. Это практически в полтора раза выше, чем было ранее. Друзья, я просто прошу вас вспомнить, в 2012 году, условно говоря, «Газпром» диктовал официальному Киеву и цену на газ, и цену на транзит. Украина, на самом деле, занималась только тем, что раз за разом ее должностные лица летали в Москву и пытались снизить эти самые тарифы на газ. И вот уже Новый год начинается с того, что Украина, а, отказывается от закупок российского газа, б, увеличивает стоимость транзита российского газа через свою территорию. Если это не хорошая новость, если это не динамика, симптом положительной динамики, то я не знаю, что тогда симптом положительной динамики. Еще одна позитивная история. Российский журналіст отримал политический притулок в Украине. Новую новую передает сайт Кримреалли. История журналіста из города Кемерово Дмитра Шипилова началась еще в 2012 году. Тогда он, скажем так, нелестно отзывался про местную владу в своем облозе, за что хлопцы приговорили до 11 месяцев выправных работ. Дмитро свою провину не признав, поїхав до Москвы и уже за два года его затримали в Підмосковье и приговорили до трех месяцев позбавления воли в колонии поселенной. Журналіст отбылся покарание, а скоро поїхал из России и попросил политического притулка в Украине, які йому і надали. Але, як бачите, критикувати владу в Русі дуже і дуже... Зато ми власть в Русію можемо критикувати, скільки нам захочеться. Свобода слова, ёлки. В Кемерово плохі власть, і мені нічого не буде. Сподіваюся. Какой отважний чоловік наш Антон. Друзі, наші коллеги з проєкта «Секретний фронт» знают дуже багато і готовы ділитися своїми знаннями. І так, неизвестні факти о событиях, які ви, може, вже замечали, але совсем по-другому на них смотрели. І так, сьогодні в програмі «Секретний фронт» в 2020 ви увидите огромне кількість інтересних сюжетів. І зараз небольшой анонс. Це «Секретний фронт». Від сьогодні більше не буде таємницею. Секретні технології російських спецслужб на Донбасі. Вводиться орг'ядро, яке розкачуває ситуацію. Коли насправді Росія почала війну проти України. Тут завжди були резиденти. Скільки коштує посада у Кабміні? Сергій Іванович цю чайку подарував Януковичу. Та як пораненим бійцям вирощуватимуть нові кінцівки. Та медицина, яка використовує свої сили організму. Так, це те, що буде ввечері. Ну а прямо зараз уявіть собі. Михаїл Сакашвілі намагався дати хабар. Більше того, він сам у цьому зізнався в ході антикорупційного форуму в Харкові. Щоправда, це було давно, коли він ще навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Сакашвілі розповів, що він вступив в українське вуслише тому, що там не брали хабарів, на відміну від Грузії чи Москви. І коли Міхот закінчив університет з червоним дипломом, він приніс своєму керівнику диплома декілька пляшок коньякуну, так би мовити, в знак подяки. Нащо викладач дуже сильно обурився і такому подарунку, і цитую, біжав за мною через полцентра, щоб повернути благодарність. Ну, слушайте, на самом-то деле це дуже класно, коли в країні, наприклад, нуліває толерантність корупції. Коли ми розприємає боротьбу з корупцією не тільки те, що взятки не беруть, але і те, що ми їх не даємо. А вот, любопітна новість прийшла к нам із США, там бензин подорожав, подешевел, подешевел. Литр бензина стоить сейчас порядка 2,5 гривен. Це в городе Хавтонтаун, штат Мичиган, тепер Галлон, це порядка 4 литр бензина, продається 47 центів. То есть 1 цент – це порядка 10-12 американских центів. Це рекорд за останні 10 років. Експерты объясняють, що це з однією збитком нефтяного предложення на ринку, але з іншого, демпінгом, яким занялися нефтяні компанії і топливні компанії 2,5 гривні за литр. Можете себе це представити? А ти можеш себе це вивити? Я не. Я вообще с цифрами не дуже. Це много? Или мало? Ладно, шутки шутками, але я вам должен показати видео, которое действительно впечатлило. Вот человек, не знаю, кун-фу-мастер разгрузки. Давайте назовем его так. Раз, і все готово. Смотрите. Да ладно! Вау! Секунду! Ничего себе! Я представляю, скільки всього вони поломали, пока тренировались? Знаєш, називається ривень-профессіонал. Но круто. Только, пожалуйста, вот это точно не надо повторять дома, если вы где-то работаете грузчиком. Бе-е! И все. Если среди наших зрителей есть поклонники сериала «Игры престолов», то, друзья, поздравляю вас с новым успехом. Нет, новый сезон сериала, как бы, не побил еще все рекорды, но один из ваших любимших персонажей, человек, который сыграл Гару Клигана, Хафтер Бернсон, установил новый мировой рекорд под переноски холодильников. Серьезно. Вот этот здоровило. И вот он умудрился пронести два холодильника общей массой 450 кг по 20-метровой дорожке за 19,6 секунд. Очень нужное в хозяйстве умение. Ты вот когда-нибудь переезжал? Ну, не с хозяйским холодильником. Ну, вот когда мне нужно будет холодильник все-таки затягнуть на необходимый поверх, я за тобой взвернусь. Я вот смотри, я вот вижу, что он с бородой, с подстриженной на лысо головой и очень здоровый. Я одного такого знаю. Может быть, не два, но один холодильник он протащит. Мне один достать. Одну Юлю, как минимум, я перенесу из одной квартиры в другую, если она будет переезжать. Друзья, вы знаете, в Украине все время гадают, что будет дальше. И наша редакция не исключение. Андрей Булгаров задался вечными вопросами украинской внутренней политики в своей авторской рубрике «Ремат». Знаете, как выросли цены по итогам 2015 года? Почти на 45%. При этом доходы населения упали на 30%. Так говорит статистика. Причиной в одном и в другом показателе – катастрофическое обесценивание гривны. Правда, и обесценивание – скорее следствие, а не причина. Поскольку настоящая причина все-таки в том, что украинская экономика уж слишком была завязана на российскую. Все ведь заметили, что падение рубля обязательно влечет за собой падение гривны. Даже молдавский леймене подвержен этим волнением. В результате он, будучи еще недавно почти в два раза дешевле гривны, уже сравнялся с ней. Поэтому без всякой войны с Россией необходимо было отцепляться от ее экономики. Может быть, тогда все прошло бы менее болезненно. А так все идет жестко, быстро и по-живому. Конечно, экономисты прогнозируют уже в этом году укрепление национальной валюты и определенный рост в ряде отраслей. Но уже сегодня в кармане каждого украинца от каждой гривны осталось лишь 25 копеек. То есть мы стали беднее на 75%. И отсюда вполне объяснимо недовольство властью. Но если в 14-м или в 15-м году все можно было списать на войну, мол, враг у порога и не до ваших бурячков нам сейчас, то сегодня все больше и больше украинцев, мягко говоря, интересуются. А есть ли у вас план, господа, можно власть? Есть? А с нами не хотите поделиться? Ну, как бы пора, чтобы потом поздно не было. Мы ведь не отказываемся подождать, но хотим знать, сколько. А пока добренького всем утречка. Доброго ранка и вам, и продовжимо далее. В Украине збільшилася кількість безработных. Так, в грудні минулого року кількість офіційно зареєстрованих безработных в Украине виросла на 57 тысяч человек. За данными Держслужбы занятостей, в конце минулого року в Украине на обліку стояло трошки больше 490 тысяч безработных. Эксперты впевнені, что наиближшим роком ситуация навряд чи покращится. А какие причины это мои? Ну, падение экономики на 19% – это первое и достаточно, поверь мне. А вот много кто крашу, мовляв, есть переселенцы, которые также створят конкурентность на рынке работы. Ну, понятно, это все как бы наследие войны, друзья. Ну, кроме того, мы должны понимать, что официальная статистика в этом смысле не всегда показательна, потому что не все люди, которые теряют работу для в поисках новой работы, идут в службу занятости, становятся на учет и претендуют, например, на пособие. Не пугайся, мы тебя защитим. Друзья, еще одна важная история – то, что пользователи социальной сети Twitter вчера наверняка заметили, что их аккаунты не работают, это был глобальный сбой. Ни одна страница не открывалась, возникало сообщение, что-то пошло не так. Ну, и проблем в основном коснулось Японии и стран Европы. Ну, и сервис микроблогов сообщил, что сбой в работе произошел из-за обновления программного обеспечения. Опять же, те люди, которым сейчас 60+, и которые даже не знают, как выглядит планшет, могли счесть все это бессмысленным набором слов, но, поверьте, смысл в этом всем этом есть. Ну что, опять перехватываю слово Я. Знаете, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра, но что вы уж потратите эту энергию, решать вам. Например, герои нашего следующего видео достаточно много своей энергии придумали, что делать, если у вас один велосипед, а вас двое. А покататься хочется. И вот так. Да ладно. Да ладно. А ты катался в детстве под рамой? Дело в том, что я лет 27 только кататься на велосипеде научился. А говорить в 25? Да. Ну, все, должно происходить вовремя. Продолжаем вопросы, я готов честно отвечать. Следующее видео – это мечта, наверное, домохозяек. Специальный робот-уборщик. Так. Посмотрите, какой он активный. Он может передвигать предметы, убирать, пылесосить, выбрасывать мусор. Огромное количество полезных вещей. Да, вот теперь он выглядит так. Управлять роботом нужно с помощью точных команд и указаний, с каким предметом ему нужно, как взаимодействовать. То есть, по сути, это тот же муж, только жрать не просит. А у него есть речевой блок? И серии. Ходят тут всякие, а нам убирай там. Это интересная вариация для следующей модели. Вы знаете, непогано. Куда по помытому? Уйди, уйди. Видите, сколько плюсов. Гисти не просит, шкарпетки по квартире не раскидаю. Ну, просто, знаете, знайдетка. Продовжуючи далі. Туск допустил крах шенгенской зоны уже за два месяца. Так, глава Европейской Ради визначил, что страны Евросоюза должны обеспечить необходимый контроль на кордонах и взять под контроль миграционную кризу. Иначе наступит крах шенгенской зоны, а Евросоюз провалится как политический проект. Да, это действительно серьезная проблема, потому что количество беженцев, которые прибывают в Европу, довольно-таки велико. И Евросоюз никак не может договориться о том, как охранять внешний периметр, собственно, соглашения. И из-за этого между разными странами внутри Евросоюза случаются стычки, потому что какие-то страны беженцы стремятся в первую очередь, какие-то они игнорируют. И поэтому Евросоюзу, конечно, придется реформироваться. Он и додати ничего. Молодец, правда? Ах, какой молодец. Еще одна история. Это то, что Абрамовичу созвучил прямые потери украинских экспортеров от российских торговых санкций. Так вот, составят потери украинских производителей где-то 420-600 миллионов долларов за 2016 год. Я просто напомню, что с 1 января Россия ввела ограничения на поставки российских товаров, украинских товаров на собственную территорию. Речь идет о мясомолочной продукции, о кондитерской продукции, о многих, о фруктах и овощах. В общем, Россия в очередной раз объявила Украине торговую войну. Украинские, кстати, торговые санкции являются лишь ответом на этот недружественный шаг Москвы. Поэтому мне ничего удивительного в подобных потерях для украинской экономики нет. Ну знаешь, с торговлей у нас сейчас вообще не очень-то хорошо. Например, экспорт украинского меда в ЕС заблокирован. Заблокирован почему? Потому что обнаружили противомикробные вещества в пчелином меде, который экспортировался в Чешскую республику. Учитывая, что недавно был скандал еще и с тем, что у нас яйца нормально не проверяют, то возникает ситуация, о чем мы торговать-то собрались. Нет, на самом деле, это в частности. Мы надеемся, что общий тренд будет благополучным. Но прямо сейчас факты, узнаем все детали. Спасибо Киноакадемии, спасибо родителям, спасибо программе «Факты». И, кстати, откуда «Факты» все время знают, о чем мы будем рассказывать дальше? «Факты» все знают. Кто им вообще рассказывает? Антон, ты им смс-ки пишешь? Друзья, в Киноакадемии Американской действительно-таки скандал. Потому что оказалось, что среди претендентов во всех основных номинациях, ну, извините, нет ни одного афроамериканца. Более того, все эти вот классические вазы, да, то есть вот такой белый англосаксонский протестант. Да, молодец. Так вот, дело в том, что это вызвало скандал, спровоцировало, потому что многие люди заявили о том, что, ребята, это на самом деле является дискриминацией. Киноакадемики отобрали основные ленты, претендующие на главные, собственно, награды этой церемонии «Оскар», ну, исходя из своих собственных представлений о прекрасном. И, в общем, президент Киноакадемии Шерил Бун Айзек заявила, что будут большие перемены, что Академия изменит систему членства, чтобы привнести разнообразие в состав на 2016 и следующие годы. И, собственно, огромное количество дискуссий возникло вокруг этого. Кто-то говорит, что, ребята, ну, если в этом году главные ленты, которые достойны основной «Оскаровской награды», ну, так уж сложилось, как бы, в них играли там белые актеры и актрисы, что это абсолютно естественная ситуация и не нужно искусственным путем вот этого вот как бы равноправия вносить. А кто-то говорит, что, ребята, нет, ну, на самом-то деле, просто возможно, что проблема в составе, как бы, «Оскаровской», как бы, отборочного жюри, которая, быть может, действительно в какой-то степени вот такой коллективным разумом проявила такие элементы дискриминации. Но забавно то, что претензии «Оскаровскому комитету» предъявляет, например, Спайк Ли, которого несколько раз чуть было не привлекли к суду за антисемитизм и расизм. Но теперь он хочет справедливости. Ну, ладно, давайте продолжим далее. Деловая колбаса. Напевно, зараз так будут уже называть Григория Лепса та репера Тимати, адже саме вони знялися в рекламе ковбасы. И это не жарт, насправді, ось в ролик, ну, как багато пишут и коментуются в мережах, просто шедевральный. Ось, подивіться, фрагмент. Так, так начинается. Извините, вывоз колбасы, страна запрещена. Почему? Как так? Такие правила. Ну и нафига нам этот Лондон? Значит, нужно остаться. Не знаю, я скільки заплатили этим співакам за цю рекламу. Уявляйте, про скільки буде коштувати ця колбаса. Ого. Нас ел зубами Лепс, понимаешь, так на этикетке. Ладно, ел. Знаете, голливудские звезды бывают разные. Некоторым из них абсолютно неважно не то, что какую колбасу есть, но даже с кем спать. И тем не менее, они как-то не теряют свой звездный статус, но в их хитросплетениях личной жизни разобраться удается только специалистам. Смотрите следующий сюжет. Разнообразие во всем. А особенно в сексе. По такому принципу живут многие любвеобильные голливудские звезды. Хотите узнать, кто до сих пор не определился в своей ориентации? Мы покажем вам все. Идеальная жена и мать Анжелина Джоли не всегда была такой уж примерной девочкой. В начале карьеры она встречалась с экзотической красоткой Дженни Шимитсу. Кстати, худые женщины Эндж совершенно не привлекают. Уверяет, худшее что может быть – обнимать палку. Ведет двойную секс-игру и Леди Гага. Она настолько любит секс, что ей не важно, какого пола партнер. По крайней мере, так утверждает сама эпатажная дива. А вот ее бойфренды почему-то выступают против третьей лишней. Интересно, ну что им не нравится? Экс-участница группы Spiles Girls Мел Би встречалась с женщиной аж 4 года. Но видно, девичья любовь ей не пришлась по вкусу. Сейчас Мел замужем за самым настоящим мужчиной и счастлива в браке. Не скрывает свою бисексуальность и плохая девчонка Линдси Лохан. Признается, она просто любит людей, а какого они пола, ей все равно. Если сегодня я сплю с женщиной, это не означает, что завтра я не выберу мужчину, говорит Лохан. Были жаркие связи с женщинами и у звонкоголосой Феджи. Но как спутниц жизни она их не рассматривала. Сегодня Феджи счастлива в браке и о бурной молодости разве что вспоминает. А эта голливудская красотка ради связи с женщиной бросила самого Джонни Деппа. Эмбер Хёрт сначала увела Деппа от Венессы Паради, а затем ушла от него к модели Марьи Девильпен. Чтобы вернуть бисексуальную красотку, Депп подарил ей, внимание, целый пляж на Багамах, названный ее именем. И что бы вы думали, Эмбер тут же бросила подругу и вернулась к Деппу. Среди бисексуалов есть немало звездных мужчин. Рок-легенда Дэвид Боуи рассказал о своей нестандартной ориентации еще в лихие девяностые. Уверяет, секс с мужчиной – это лучшее, что было в его жизни. А вот актер Том Харди признается, ему просто нравится чувствовать тело, и не важно, мужское оно или женское. Лесбиянка в мужском теле. Именно так называет себя солист группы Плесибо Брайан Молка. Он не стесняется страстно целовать своего гитариста во время концертов и в то же время мило флиртует с поклонницами. Брайан уверен, он не гетеросексуал и не гомосексуал, он и есть сам секс. Внимательно следите за звездными сенсациями, дальше будет еще горячее. Обещаем, мы покажем вам все. Ну что, жалеете, что дети в школу не ушли, да? Карантин, все дела, духовные скрепы? Не, не слышал. Друзья, знаете, если вы не спите и думаете, что вы такого почитаете, что день грядущий нам готовит, то наши рекомендации. Заходите на сайт РБК Украина. Там есть текст «Три месяца на спасение, куда движется курс гривны». Вот если вы вчера смотрели на обменники, то вы понимаете, что вот 26,6 – это уже не самый актуальный курс, по которому можно сдать американскую валюту. Уже можно сдать по 27. 27. Ну и что происходит с украинской гривной, какую динамику ждать и вообще, куда мы плывем? Вот обо всем этом вы можете узнать, если прочтете эту статью. Материал с сайта «Форбс Украина» под названием «Без царя в голове. НБУ пятый месяц работает без совета». Вот что советую почитать. Зачем нам, в принципе, нужен этот совет? Почему он так важен? Почему отсутствие совета является претензией в целом к системе? Почему из-за этого, допустим, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила всего лишь удовлетворительную оценку в рейтинге глав финансовых регуляторов мира? В общем, материал интересный именно с экономической точки зрения. На курс посмотрите, утром увидите. Инша рекомендация, даже больше прохания, знаете, через загострение гриппу. Сейчас люди часто задают себе вопрос, какие лики купить, или украинского производства, или иноземного, или иноземного. И, мабуть, каждый чувствует, что украинские препараты не гиршие от европейских аналогов, но в разы дешевшие. Но на самом деле это совсем не так. Подробицы вам рады прочитать в статье на Европейской правде, которая называется, почему лики в ЕС дешевшие, чем в Украине. Почитайте, справдю, корыстно. Знаете, у кого-то есть детектора лжи, у нас лучше, у нас Алина Шаманская. Ей звезды врать не могут в принципе. В этот раз в ее цепкие пальчики попал Остап Ступка. И он не только ответил на 55 вопросов за 5 минут, он еще и согласился проверить, поморщится ли он, когда съест лимон. Сами смотрите, что получилось. Доброе утро! Сегодня мой герой Остап Ступка. У меня есть 55 вопросов, а у него только 5 минут. Здравствуйте! Как ваше настроение? Прекрасно. Остап Ступка. Известный актер, телеведущий, народный артист Украины. Артист Национального академического театра имени Ивана Франко. Родился во Львове в семье легендарного Богдана Ступки. Окончил Киевский театральный институт имени Карпенко Карова. В 2006-м получил премию «Человек года» в номинации «Лучший актер». В 2012-м баллотировался в Верховную Раду от партии Натальи Королевской. Недавно женился в третий раз на студентке театрального вуза Дарьи, которая младше него на 20 лет. Отец троих детей от предыдущих браков. 48 лет. Время начинается прямо сейчас. Ваша самая характерная черта? Не знаю, радость, например. Вас пугает ваш возраст? Задумаюсь. Все мы знаем, что мешает хорошему танцору. А что мешает хорошему актеру? Не знаю. Вино или водка? Вино. Мила Кунис или Ольга Сумская? Мила Кунис. Вы подаете деньги уличным попрошайкам? Очень редко. Политики имитируют эмоции на выступлениях? Всегда. Самый яркий политический симулянт, на ваш взгляд? Пальцем не выстачит. На детях знаменитостей природа отдыхает? Нет. Каково это быть народным артистом Украины? Прекрасно. Главные привилегии? Ну, это людям, наверное, дает уверенность в дальнейшей творчестве в нашей стране. А вам дало? Дало, конечно. Зачем вы коллекционируете чайники? Ну, это лучше, чем коллекционировать холодную оружие. Футбол или бокс? Футбол. Вы чувствуете себя в тени, Богдан, на ступке? Нет. Вас раздражают, когда вам задают вопросы не о вашей карьере, а о карьере отца? Да. Что самое классное в украинцах? Щирость. Почему Ди Каприо до сих пор не дали Оскар? Ну, сподіваюсь, в цьому році отримає. Каким бы вы хотели быть? Так же, як і як є. Из-за чего українські актери очень часто переигрывают? Артистам, як і дуракам, нужно родиться. За що вам стыдно перед сыном Димой? Нема такого. Что вас раздражає в современном театральном искусстві? Кон'юнктура. Любимое ругательство? І словаря далі. Я ви готові відповідати на відповідь на відповідь нашого колеги? Готово? Давайте. Іду зараз розмовляювати з продюсером по поводу повищення гонорара. Остап, що мені краще одніть – це чи це? Зелений. Якщо б ви могли выбирати другу професію, що б це було? Рок-музіка. Як жениться на дівшці младше тебе на 20 років? Це що потрібно зробити кому? Дівчині. 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 опасная вещь, которую вы делали в своей жизни? Не люблю опасности. С парашюта прыгали? Боже упаси. Боитесь высоты? Боюсь высоты, да. Вы когда-то выходили пьяным на сцену? Нет. А 50 для храбрости никогда? Было. Жалеете? Нет. 50 это не пьяный. Дата рождения тещи. Ну, это квит и месяц. Просто теща младше меня, поэтому... Лучший актер Украины? Я. А худший? У нас все хорошие. Любите борщ с салом? Люблю. Предпочитаете чеснок или лук к этому дуэту? Чеснок. Кого из исторических фигур вы хотели бы угостить салом с чесноком? Короля Швеции, может. А не лорак, это Юсию Повалей. Нужно лишить звания народных? Не, не потребно. Любимая поза для сна? На правом боку. Напойте любимую песню. Happy New Year, Abba. Так напойте. Я не спеваю ножом. Даже дома? Нет. Даже в душе? Угу. Вы поддерживаете однополые браки? Ну, я что, светится и сну. Какая у вас машина? Рейндж-ровер. Сколько должен длиться секс? У каждого по-своему. Ну, у вас. Ну, я не засекал. Что у вас есть, чего нет у других? Ну, у меня есть я. Что вы ответите людям, которые говорят, что династия ступок с каждым поколением теряет актерский талант? Неправда. Вы ребенок в душе? Конечно. Можете съесть лимон и не скривиться? Могу. Меня всегда удивляло, что? Меня люди всегда удивляют. Если прохожий обзовет мою жену, я? Отвечу крепким словом. Когда я ударяюсь об угол кровати, я кричу? Твою мать. Я терпеть не могу, когда? Когда хамят и грубят. Я очень боюсь. Войны. Когда ваша жена лежит рядом, вы хотите? Я много чего хочу, когда она лежит рядом. В позе звезды я могу только? Мечтать. Когда во время пьесы зазвонил мобильный, я бы его? Вырубил. Быть или не быть? Быть. Почему вы не кушаете лимон? А, кушаю. У вас хорошая память? Да. Как меня зовут? Не помню. Вам нравится наша программа? Прикольно. Вы ответили на 55 вопросов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Абсолютно чудесная Алина. Абсолютно чудесная рубрика. Алина, заходите к нам на сайте, ищите все ее выпуски. Поверьте, это стоит того, чтобы посмотреть. Друзья, смотрю телефон, потому что там сейчас в соцсети, например, на странице Марины Валентюк, есть сообщение о том, что в Киеве прямо сейчас бушует пожар на улице Михайловской. Вот как раз-таки у нас есть видео, которое мы как раз-таки загрузили со страницы Марины. Речь идет по адресу Михайловской 24 дробь 11 В, там как раз-таки бушует пожар. Первый этаж уже потушили, сейчас тушат третий. Надеемся, что никто не пострадает в результате этого происшествия, друзья. День, он разный, он пунктирный. В нем есть как серьезные новости, так и несерьезные слова Антона. Вот да, несерьезные новости нужны, когда вот такое, про пожар. Котик и гамак. Вот такое видео штурмует соцсети, и все получается вполне успешно, потому что очень смешно. Давайте смотрим. Давай. Если у кота есть гамак, но он еще не умеет им пользоваться... А-а-а! Ну, такая растяжка непогана прям. Ой-ой-ой. Але ж як хоче, як хоче. А ж такое дарит так. Я тебе скажу больше. Я, коли намагаюся ино-деталісти гамак, у меня та же самая. А видео есть? Да, я типа этим попереду. Требую видео. Ладно, поехали. Конькобежцы. Вот кто сейчас поедет на работу. Ну, не у нас, а это в Голландии. Замерзли каналы, и значит, добираться на работу можно таким вот оригинальным способом. Натянули коньки, и как ветер. Ну, почти как ветер. Ой-ой-ой, я к этому же ледусь. По-моему, это вариант. У нас часто по-паньковски можно вниз съезжать легко. Чи ми її користуемося. Так, я вам хочу, друзі, розповісти про іншого персонажа, дуже цікавого. Мільйонера, рекордсменти книги «Рекорди Гіннеса» і майже національний герой. Все це не казка, все це реальне життя колись маленького хлопчика. Голлівудського актора Маколея Калкіна. Про історію, про близьковичний злет та карголовне падіння в нашому наступному сюжеті. Він дуже цікавий. Подивіться, і ви його. Підкорив Голлівуд у 10 років. Став найвисокооплачуванішим дитиною-актором та заробив мільйонні статки. Та в одну мить він втратив все. Через що золотий хлопчик Голлівуду перетворився на алкоголіка та наркомана? Чому він до цих пір не спілкується з батьком та навіть не прийшов до нього, коли той вмер? Та чи дійсно Маколей Калкін – біологічний батько сина Майкла Джексона? У 4 роки невідомий актор театру, а в 10 він вже зірка найулюбленішої різдвяної комедії «Один вдома». Маколей підкорив глядачів своїм янгольським личком та великими блакитними очима. В один момент маленький хлопчик став чи не національним героєм. Кількість його прихильників збільшувалась так само, як і розмір гонорару. Відкриття року, дитина року, найвисокооплачуваніша дитина – актор Голлівуду. Десятирічний хлопчик купався у променях слави. Маколея обожнює світ. У нього з'являються нові важливі знайомі та друзі, серед яких найближчим стає поп-король Майкл Джексон. Ніхто й не звернув увагу на разючу різницю у віці приятелів, аж поки Голлівуд не сколихнула сенсація. Майкл Джексон розбещує Маколея. Саме так заявив кухар поп-короля, який нібито був свідком еротичної сцени. Правою рукой он обнімав мальчика за талію, а левой я був шокирован і чуть не уронив картофель фрі. Проте Маколей Калкін не підтвердив цей факт, а суспільство сприйняло свідчення кухаря як банальну помсту за звільнення. Проте інцидент не підірвав кар'єру ані співака, ані малого актора. Навпаки, інтерес лише зростав, а від пропозицій не було відбою. Я дійсно робив те, що хотів робити. Я насолоджувався знімальним процесом. Так було перші 3-4 фільми. Працювати було легко, тим більше, що ні в кого з моїх друзів цього не було. Але потім я став втомлюватись. Піднявши хвилю надзвичайного успіху свого сина, батько Маколеє почав думати, як заробити якомога більше грошей, поки від малого шаленіє увесь світ. Якщо за роль у один дома Калкін отримав 100 тисяч доларів, то за другу частину стрічки гонорар був вже в 5 мільйонів. Проте батько не зупинявся і знаходив для сина все нову і нову роботу. Я пам'ятаю пік своєї втоми. Це коли я знімався в хорошому сині. Я пам'ятаю, як підійшов до батька і сказав, послухай, я дійсно втомився і мені правда зараз потрібно відпочити. Він відповів, так, звичайно. І наступні слова, які він сказав, назавжди врізались мені в душу. Окей, нічого не змусить мене зупинитися. І він не зупинився, аби заграбастати ще більше грошей. Кіт Калкін вигадав хитру схему. Якщо хтось хотів знімати у фільмах Маколея, він змушений був підписувати контракт з його усіма братами та сестрами. А це ще шість акторів, а значить шість гонорарів. Така нахабність в кінці кінців набридла продюсерам. Пропозицій більше не надходило. Від Калкіна дорослого відвернувся не лише Голлівуд. Згодом від нього пішла дружина, звинувативши його у краху кар'єри сина. Про Маколея Калкіна у Голлівуді не чули цілих вісім років. Аж ось він наважується реанімувати свою акторську кар'єру у фільмі «Клубна мафія», зігравши біосексуального наркомана. Та, на жаль, спроба виявилась невдалою та ледь не фатальною для актора. Глушити біль він почав алкоголем та наркотиками. Маколея на кожному кроті підстерігали папараці, з якими актор невдаха зацівав бійки. В той час, як глянці рясніли заголовками про скандальні витівки та наркотичну залежність Калкіна. Здавалося, витягнути з цієї прірви Маколея Калкіна могло лише диво. І ним стало кохання. Актор почав зустрічатися з голлівудською красунею Мілою Коніс. Щастя тривало довгих дев'ять років, аж поки у сім'ї Калкіна не сталася трагедія. Сестру Маколея на смерть збила машина. Не встиг актору клигати від втрати, як доля завдає нового удару. Йде життя його близький друг Майкл Джексон. І поки весь світ вшановує пам'ять поп-короля, ЗМІ публікують приголомшливу новину. Маколей Калкін – справжній батько одного з синів Майкла Джексона. Щонібито він пожертвував свій біологічний матеріал для малюка, якого виносила невідома сурогатна мати. Актор не коментує гучні заяви і ледь тримається, аби не зірватися. Та зовсім скоро стається те, чого Маколей вже витримати не зміг. Його кидає коханна Міла Коніс. І все починається по старому сценарію – алкоголь, бійки та важкі наркотики, через які він ледве не прощається з життям. На щастя, через деякий час доля звела Калкіна з актрисою Джордан Лейн, яка поддейкують дуже схоже на колишнього актора. Екс-золотий хлопчик Голівуду сьогодні не знімається в кіно, а співає у гурті «The Pizza Underground». Йому вдалося побороти наркотики та забути нещасливе кохання. Єдине, з чим він так і не змирився, так це з невдалою акторською кар'єрою, яка розвалилася через жадівність власного батька. 35-річний Маколей до цих пір не спілкується з ним. Навіть коли Кіт Калкін ледве не прощався із життям у лікарні, Маколей не прийшов попрощатися. Зрозуміло, брати подзвонили Макові, щоб повідомити трагічні новини про хворобу його батька. Але він сказав мені пізніше, що це просто цікава подія, розповів друг одного актора американського журналу. Два дні по тому Мак уже, як і ні в чому не бувало, виступав зі своєю пародійною групою «Pizza Underground» в Нью-Йорку. Після стількох розчарувань, здається, зараз Маколей почувається щасливим. Він подорожує містами, дає концерти та продовжує дивувати новими витівками. Зокрема, нещодавно зізнався, що відчуває себе бісексуалом та закріпив це пристрасним поцілунком зі своїм другом прямісінько на сцені. Невідомо, яких ще сюрпризів можна очікувати від цього екстраординарного юнака. Так, неожиданная можна для когось вещь, але тим не мене. А вот є новости, які більше чим ожідаємо. Помніте, що гражданам РФ запретили віддіхати в Турції і в Єгипте? І, відповідно, в качіні альтернативи у них осталось там Краснодарський край і Крим. Але газета «Коммерсант» пишет о том, що в цьому року віддіх в Криму для росіян подорожає на 30%. Часть отелей Крима решили воспользовуватися всей этой кон'юнктурой для того, щоб заработати побольше. І вже підняли ціни на 30-40%, пишет іздання. Але це взагалі любопітна історія, тому що, знаєте, це класічно, Крим був ексклюзивним курортом в Советському Союзі, тому що був железний занавес, люди навіть в ту ж Болгарию не могли поїхати. Судя по всему, знаєте, прошлое приближається к нам со скоростью 5 метрів в секунду. І точно так же ексклюзивність крымських курортів буде обеспечиватися железним занавесом для граждан РФ. Да. Интересна новасть із соцсетів. В Росії юні хоккеисты во время матча устроили ледове побоище. Ну, собственно, не столько нова, сколько зрелищно. Юні хоккеисты? Да, юні. Ну, как бы, контрактов больших нет, зато можна весело провести время. Ох ты! Драга! Так вот, зачем мне клюшка? А багато як мурах. Когда мальчик неожиданно для себя осознал, що на самом деле хотів ходити в секцію бокса. Слушайте, якщо вам, кстати, показалось любопытное визио или вы становились очевидцами любопытный факт, присылайте нам все це на наші почтові ящики на Укрнет. Мой почтовий ящик прямо сейчас на ваших екранах. Нам це интересно. Поверьте, якщо ви хочете нам что-то розказати, знайте, ми це прочтем. Так, це правда. Гривна продолжает стремительно падать. Курс меняется каждый день. Чего ждать от украинской валюты и сколько будет стоить доллар уже через несколько месяцев? Об этом будем говорить замглавы НБУ в 2005-2009 годах Александром Савченко. Это будет очень скоро, не пропустите. Да, друзья, ну а прямо сейчас в продолжении эфира факты слову нашим коллегам. Здравствуйте, друзья. Это утро в большом городе. То, которое само не спит и другим не даёт. Да, у нас так уж получилось, что экономика является последние несколько дней ключевой темой для обсуждений в самых разных эфирах. Мы не исключение, потому что последнее сообщение НБУ продало на аукционе банкам почти 41 миллион долларов для стабилизации курса. Но, между тем, наличный курс в обменниках накануне перешагнул отметку 27 гривен за 1 доллар. И гривен как раз-таки, друзья, продолжает падать, и хотя до исторического минимума, который был установлен в феврале 2015 года, когда, помните, там порядка 30 гривен за доллар давали, ещё далеко. Но, тем не менее, конечно, настроение и ожидания довольно-таки пессимистичны. Насколько вот наш скепсис и пессимизм, он оправдан? Где то дно, достигнув которого украинская национальная валюта стабилизируется? И из-за чего происходит то, что мы сейчас видим? Вот обо всём этом будем сегодня говорить с Александром Савченко, у нас главы, экс-заместитель, главы МБУ в 2005-2009 году. Доброго ранку, Александр. Витаю вас. Витаю вас. Дякую, что вы сегодня с ранку с нами. Ну вот, бачите, как выходит, что дня гривня падает всё больше и больше, а что ж будет дальше? Вот какие ваши прогнозы и, может быть, какой вот той минимум, на какие минимум может впасть национальная валюта? Как гадаете? Ну, я не гадаю. Вы точно знаете? Я точно знаю, потому что рік назад я сказал, что мы начнемо этот рік с курса 26-28. Так. И тот штучный курс, который административными методами тримал Национальный банк, он действительно был штучный. Это плохая новина. До чего такой курс привел? Он провел до, ну, я бы сказал, не курс, а вот такие административные заходы. Вони провели до того, что падало ВВП на 12%, взросла инфляция. И маленький бизнес был отрезан от возможности купить валюты без перешкод. И, конечно, этот тиск прорывался. А что этому способствовало, это падение цены, как это не дивно, на нафту и на газ. Так стаётся, и это будет цікаво для наших глядачей, что когда падает рубль, несподіванно начинает падать и гривня. Хочу мало ли быть все наоборот. Потому что для России это минус в платежном балансе, для Украины это плюс. Мы будем меньше витрачать на нафту и газ, и, соответственно, кращий платежный баланс. И гривня мала бы взрослать. И это уже происходит, мабуть, 10 раз подряд. Я проанализировал, и единственная причина этого, это, что российские банки выходят на украинский валютный рынок и скуповывают доллары. Они используются этим разрывом в несколько дней между курсами украинской гривны и рубля. Ну и заработают какие-то гроши, скуповывая, за моими рассчитанами, 100-150 миллионов долларов. То есть причина падения, в том числе, в валютных спекулянтах на международные рынки? Это не причина. Причина – это неадекватная политика монетарного национального банка и плохая политика экономического блоку уряда. А спекуляция сприяет этому. И, естественно, плохая политика национального банка – такая фрагментация рынка на официальный и теневый. И эта ситуация привела до того, что национальный банк не контролюет ни официальный, ни теневый рынок. Хорошо. Но где глубина падения? Вы говорите о том, что мы начнем год с 26-28 гривен за доллар. Вы говорили об этом еще давно. А где то самое дно, достигнув которое национальная валюта может остановиться по вашему счету? Ну, вот это и хорошая новина, и плохая. За моими рассмотрениями, это одно. 26-28 – это максимальное падение гривен, если уряд и национальный банк не будут делать черговые ошибки. А что может быть такими ошибками, которые могут спровоцировать дальнейшее падение курса гривен? Ну, первая ошибка или бездействие, что они не начнут бороться с коррупцией. Потому что это сейчас, как это не странно, главная передумыва надания кредиту от Международного валютного фонда. Ну, это, условно говоря, если правительство выполнит все для получения очередного транша МВФ. А еще, это же не в сфере, условно говоря, госпожи Гонтаревой бороться с коррупцией. То есть это не в введении Национального банка. А вот какие еще действия могут привести до дальнейших ослаблений? Подальше помилки полягают в том, что будет продолжена заборона на зняття валютных депозитов, будут продолжены барьеры для купивли валюты малым и средним бизнесом. И все это ведет, знаете, до чего, что валютный рынок идет в тень. Вот, например, когда экспортеры продают нашу валютную выручку, ну, свою валютную выручку, они не повертают все в Украину, потому что их примусывают поменять на гривню. Залишают левую часть, все больше и больше за кордоном. И там формуются свои рынки. Есть рынок даже доллара и гривни в Лондоне. Есть готевковый рынок доллара и гривни в Москве, в России. Полная либерализация этого рынка в Украине не приведет ли к тому, что просто на самом деле люди скинутся скупать доллары и тем самым еще спровоцируют обвал курса гривны? Нет, не приведет. Это, наоборот, приведет к убийству теньевого рынка. Вы не уявляете сейчас, как ожив теньевый рынок. Водновляются все схемы, которые были на начале 90-х годов. Я вам это скажу очень авторитетно. Я знаю это. И, ну, вот, давайте возьмемо эти три дня. Зараз теньевый рынок заработает приблизительно 5-6% в день. Тобто, банк, который может купить валюту, вот, продали 41 миллион гривен по курсу, какому? Он продал по курсу до 25 гривен. Да, 24,7 он продал. И этот же банк продает на теньевом рынке по 27 или по 27,5. Ну, заработок больше 5%. И это каждый день. Я повторю, каждый день. 5% в день, помножьте на 250 рабочих дней, это больше 1000%. Это величезный тиск уже и на валютный рынок. И пока мы не проведемо либерализацию, демократизацию. Что значит либерализация? Это означает, что все имеют доступ до валюты. Ревний. Не есть обмежено коло банков, которые собираются. В том числе и российские банки, которые знают, какая будет монетарная политика, или курсовая политика, сколько будет продаваться, кто может купить, а кто не может. Допускаются все. Мали и средний бизнес, мали и средние банки. И сразу теньевый рынок пропадает. Это первая передумова. И вторая передумова. И главное, что национальный банк, как и банки всех стран страны, берет на себя ответственность за инфляцию, за срастение цены. Если мы будем контролировать срастение цены, я не говорю, как в европейских странах, там 2% – это цельная функция всех центральных банков. 2,5-1,5. Возьмемо 6-7. И отвечаем за это своими посадами. Это национальный банк, ну и, естественно, экономический блок уряда. То тогда, я вам скажу, не может и валютный рынок колеваться больше, чем на 10-15%. Когда мы не контролируем цены и отпускаем курс, это злочин. Последний вопрос. Простите. Это помилка. Да, потому что очень мало времени. Скажите, то есть правильно ли я понял, что надежды на то, что курс доллара отыграет обратно к 25, не говоря уже о каких-нибудь 23-20 вивен за доллар, это любые разговоры об этом, это спекуляции? Нет, это не спекуляции. Я прогнозирую, вы можете через квартал запросите меня в студию, что в другом квартале будет тенденция до поселения гривней. Я повторю, если не будет грубых помилок, новых черговых помилок уряду и нацбанка. Мы вас предоставим, что они будут выполнять. Мы вас предоставим, что они договорились. Сверим часы в следующем квартале. А до каких границ может усилиться гривна? Гривня может поселиться до 25 на конец этого года. Понятно. Друзья, то есть если подводить итог, мы сейчас подведем итог, а вы поправите. Условно говоря, нынешнее падение курса гривны было запрограммировано действиями экономического блока правительства, который вводил жесткие ограничения на снятие валютных депозитов, который, по сути, создавал своими действиями теневой рынок валюты. И в итоге все это аукнулось для нас в январе. И, в принципе, эту ситуацию можно переломить, если либерализовать, соответственно, валютный рынок, устранить тем самым теневые все секторы, отодвинув их. И почал при нами примитивные экономические реформы. Ну, базовые так. Тогда курс может отыграть. До тех пор он будет оставаться 27-28 и, возможно, оставлять до 28. Это был, собственно, диагноз того, что мы наблюдаем в обменниках от нашего гостя, заместителя главы Национального банка Украины в 2005-2009 годах Александра Савченко. Спасибо вам, что на свое время. Антон, тебе слово. Вне зависимости от ситуации в мире всегда есть надежда на лучшее. Так, спасаясь от войны, сумел начать новую жизнь в новой стране беженец из Сирии. Давайте посмотрим сюжет о нем. Быть может быть, вдохновимся. У 52 роки він став символом драми сирийских беженців. В один момент він втратив роботу та дім. Подолав тисячі кілометрів у пошуках щастя з дитиною на руках. Як сирийскому беженцу вдалося втекти від війни, стати тренером іспанського клубу, а його сину опинитися на одному полі з самим Роналду, дивіться просто зараз. Весна 2015-го. Ситуація й до того неспокійному Ближньому Сході загострюється. Одне за одним терористи захоплюють сирійські міста та вбивають мирних людей. Аби врятувати своє життя, місцеві жителі кидують все та втікають у сусідні країни. З чотирма дітьми та дружиною від страшної війни втікав і сирійський футбольний тренер Осама Мохсен. Спочатку в Турцію. Аби пригодувати сім'ю, він починає працювати фізіотерапевтом. Однак мізерної зарплатні, яку до того ж виплачували нерегулярно, не вистачає. Тоді Осама наважується на рішучий крок. Залишивши останні гроші сім'ї, сам вирушає на пошуки кращого життя у Німеччину, взявши з собою найменшого сина. Дорога зайняла аж цілий тиждень. І коли до омріяної країни залишилось подолати кілька пропускних пунктів, на сербсько-угорському кордоні почалася паніка. Тисячі біженців, таких самих, як і Осама, хотіли встигнути перетнути кордон до його закриття. На маленькому шматочку землі зібралися сотні людей. Було брудно і холодно. У такій тисняві його син почав плакати та відмовлявся йти далі. Розуміючи, що іншого шансу може й не бути, Осама хапає малого на руки та з усіх сил мчить до кордону. Аж тут сталося те, чого очікувати ніхто ніяк не міг. Чоловіку з дитиною на руках, який шукає порятунку, ставлять під ніжку. І не аби хто, а журналістка, яка вирішила, що таким чином отримає яскравий кадр для свого сюжету. Там був хаос, люди почали штовхатись. Я не бачив, звідки взялась перешкода. Я просто відчув, що падаю. Я думав, це поліцейський підставив мені під ніжку. Я навіть не міг уявити собі, що журналістка змогла зробити щонебудь подібне. Кричущий інцидент був знятий іншими журналістами та вмить облетів весь інтернет. На відео видно, як жінка спочатку дала стусана іншим двом підліткам, а потім поставила під ніжку біженцю з дитиною. Ролик став причиною міжнародного скандалу, як в мережі, так і у реальному житті. Побачивши таке, інтернет-спільнота обурилась та почала вимагати звільнення журналістки Петри. Її таки позбавили роботи, однак Осама таки не зміг її пробачити. Цю журналістку я не залишу, і її не залишить вся Сирія. І я докладу всіх зусиль, щоб вона заплатила сповна за свій вчинок. Таким людям не можна працювати в журналістиці. Я не вдячний їй і не збираюсь говорити спасибі. І якщо для Петри тепер двері у журналістику закрилися назавжди, то для Осами та його сім'ї навпаки відкрилися нові можливості. Після скандального інциденту Мадридська футбольна школа запропонувала Осамі роботу тренером та оплатила йому та його сім'ї переїзд та проживання. А його найменший син став справжньою зіркою. Футбольний клуб Мадрид, аби підтримати сім'ю біженців, запросили їх на свій матч, де маленький заїд вийшов на поле за руку самим Роналду. Болівальники схвалили таку акцію кучними оплесками. У сім'ї Осами нарешті почалося нове щасливе життя. Ай, така зворушлива історія, не знаю, до мурашок мене пробирають. Да, це мило. Знаєте, толкать біженців – це вам не тролейбус толкать. В Полтаві, як розказывають соцсети, именно этим занимались ніхто-нібудь, а пенсіонери. Есть відео, давайте покажем його людям, де застрявший тролейбус вручну толкають пенсіонерів. Ого, а яка кількість пенсіонерів. Зараз, напевно, всі в поліклініку зранку їхали. Хто рано прокидається, то й вовпуся в поліклініку. Хто був знайомий з моєм дєдушкою, мастера Жека, вони всі говорили, що пенсіонери – це страшна сила. Вони боялися дєдушку. Ось це пример того, що старая гвардія ще може. Слухайте, в мене є теж дуже така хороша новина в Києві. Презентують перший в Україні молитовник українською мовою шрифтом Прайля, тобто для незрячих людей. Цей захід відбудеться завтра, 21 січня о 12-й годині в актовому залі Київської православної богословної академії. На видання такого молитовника зібрали кошти усі діячість церкви та благодійники, і видали 400 молитовників шрифтом Брайля. І вперше незрячі зможуть прочитати молитву українською мовою за мир та все блага в Україні саме в Михайловському злотоверхому соборі. Дуже хороша новина насправді. Беды 21 века. Несколько часов не работал твіттер. Паніка в сети. У людей істерика. При попытке зайти на любую страницу возникало сообщення, що-то пошло не так. Річ идет о вчерашній збой, який заметили по всьому миру. В первую очередь, це коснулося Японії і країн Європи. Ну, в тому числі, і Україну не минувала чаша сія. А врачевна Блайка там технічна? Технічна. Водили замену внутреннього кода. Ну, так нам сказали, а мы поверили, потому что что нам еще остается. Друзья, що ждет нас дальше? В генеральному штабі анонсировали седьмую волну мобилизации. Кого, когда і зачем мобилизують? Спросим у нашого гостя Игоря Романенко, замначальника генштаба Вооруженних сил України в 2006-2010 годах. За два года благосостояние украинцев снизилось почти наполовину. Но какова на самом деле ситуация? И сколько есть времени у власти? В рубрике Андрея Булгарова «Ремарки». Друзья, но все это. И еще больше будет раз видеть рекламу. Потом будут факти. Потом рано, когда Куликово место вернется. Дочекайтеся. Мобилизация. Кого будут, собственно, призывать в ряды украинской армии? И что стало причиной как раз таки седьмой волны мобилизации? Возможность, которую еще недавно отвергали в генштабе. Вот об этом совсем скоро с нашим гостем в этой студии. Друзья, есть просто очень важная новость, которую мы вам не можем не рассказать. Дело в том, что в Голландии совсем скоро должен пройти консультативный референдум по вопросу интеграции Украины в Европейский Союз и подписания соглашения в ассоциации. Так вот, накануне как раз таки этого референдума появился какой-то информационный вброс, который может как раз таки исходить из Кремля. Речь идет о дискредитации полка АЗОВ. На видео люди в балаклавах военной форме, которые выдают себя за бойцов полка, угрожают Нидерландам терактами, если те не подпишут соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. Мы давайте покажем вам небольшой фрагмент этого видео вброса. В имени всего украинского народа вымагаемо от Нидерландов схвалить угоду протягом месяца. Подбайте про себя и своих граждан. Вы как довольно грубо сделанный фейк. В самом батальоне полка АЗОВ уже опровергли эту фальшивку. Сказали, что никакого подобного видео они не снимали. Есть опровержение, на котором заместитель командира полка АЗОВ, Андрей Деченко, комментирует появившееся видео. Многие говорят, что природа появления подобного вброса это как раз таки стремление Москвы сорвать интеграцию Украины и Евросоюза. И как раз таки переломить общественное мнение в Нидерландах с тем, чтобы граждане Нидерландов, приходя на консультативный референдум, высказывались против интеграции Украины и Евросоюза. Просто не выраховали того момента, что это референдум в Голландии, просто носит рекомендационный характер, независимый в результате. В любом случае, в любом случае, друзья, держим ухо вострое и не поддаемся на информационные вбросы. Знаете, кто еще не поддается на информационные вбросы? Наши коллеги из проекта «Секретный фронт». Они знают свою правду и готовы за нее стоять. Неизвестные ранее детали событий и многое другое. Все это сегодня вечером в 2020 в проекте «Секретный фронт». А сейчас небольшой анонс. Это «Секретный фронт». Від сегодня больше не будет таемницей. Секретные технологии российских спецслужб на Донбассе. Вводится орг. ядро, которое раскачивает ситуацию. Когда на самом деле Россия начала войну против Украины. Тут всегда были резиденты. Сколько стоит посада в Кабмине? Сергей Иванович, ты чайку подарил Януковичу. Та как по раненым бейцам вирощуватимуть новые кинцовки? Это медицина, которая использует собственные силы организма. «Секретный фронт». Еще одна такая позитивная новина поляга в том, что Великобритания передать украинской армии 3,5 тысячи аптечек для надания первой помощи. Само про это поведомил британский министр обороны Майкл Феллм, передая БІБІСІ. За его словами, вартість таких медичных наборов складает близко 700 тысяч долларов. Аптечки нададут абсолютно безкоштовно. Відповідь на запит украинской власти, Збройные силы Украины, они как раз уже отримают их у квитня месяца. И тогда же британские військовые эксперты продолжают тренинги для наших украинских бойцов. А между всем, кстати, вот новости с военных полей, они звучат так. Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о необходимости проведения седьмой волны мобилизации. Там объясняют это тем, что нужно доукомплектовывать армию после того, как вернулся домой ребята, призванные в ходе четвертой волны мобилизации. Подробнее о седьмой волне мобилизации, о том, зачем она нужна и кто, собственно, пополнит ряды украинской армии. Будем говорить с Игорем Романенко. Игорь Романенко был замысленным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Доброе утро. Спасибо, что нашли время. Первый вопрос. Вот ваше личное мнение. Насколько необходима седьмая волна мобилизации? И если действительно нужна, то обосновать более подробно. Мое личное мнение здесь ждется на очень простых подходах. Я бы сказал, даже арифметических. Если в последней волне шестой, как известно, которая проходила в конце лета, в начале осени, мы вооруженные силы не добрали 40%. То есть план был выполнен на 60%. И это в той обстановке, с одной стороны, с другой стороны, вы уже об этом сказали, увольняется четвертая волна. Это 40 тысяч военнослужащих. То есть недобор 40% шестой волны, плюс увольнение четвертой волны, 40 тысяч. Это как-то должно пополняться. Почему? Потому что обстановка не изменилась в лучшую сторону. Не выполнены требования Минска-2, как известно. Просрочены временные показатели. Выполнение пунктов не полностью, не глубоко. В связи с этим военно-политическая обстановка не улучшилась. И в этих условиях ослабевать потенциал вооруженных сил, ну, мягко выражаясь, как бы было бы непродуманно. В связи с этим решается вопрос, и вы его поднимали в эфире только что, каким образом это восполнить? Ну, просто буквально несколько месяцев назад многие эксперты озвучивали, что вот нет такой острой необходимости в седьмой волне. Потом ситуация изменилась, и в происхождении те же самые эксперты начали активно подвигать. Конкретным пунктом изменения это стало невыполнение Минска-2 или что? По большому счету да. Ну, во-первых, с военной точки зрения, просто по арифметике я показал, что что-то ничего не бывает. Эти цифры были несколько месяцев назад. Да, но ситуация, значит, происходил анализ. Если бы удалось решать вопрос за счет контрактников, то есть вот это все выбрать, а это решали бюджет, который только в последний момент был принят. И те высказывания, которые, конечно, увеличение бюджета там на 7,5 миллиардов по сравнению с предыдущим, в 2015 году в абсолютном значении что-то из себя представляют. На самом же деле, еще один показатель, 5% отвала внутреннего продукта, почти 114 миллиардов, но я хочу подчеркнуть эту мысль, это выделено было и в бюджете на весь сектор обороны. На весь сектор. И, к сожалению, в том, что отводилось на собственное Министерство обороны, как ни странно, в условиях войны, процент отвала внутреннего продукта был уменьшен по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, говорят, что основной упор при седьмой волне мобилизации будет все-таки именно на контрактников. Насколько это реально, на ваш взгляд? Вот я подводил к этой мысли, для того, чтобы контрактную армию, это дорогое удовольствие для любого государства, особенно в тех условиях, которые Украина сейчас, в экономических, предположим, о том аспекте, о котором вы поднимаете, нужны деньги. Я хочу сказать, что для Министерства обороны не выполнены требования стратегии национальной безопасности от 3%, но и редакции военной доктрины. То есть в общей доле 5% на сектор безопасности обороны выполнены. Это впервые, и это серьезный показатель. Но на Министерство обороны, как бы почему-то, по сравнению с прошлым годом, где было 2,6 валов внутреннего продукта, в этом году 2,46, а если убрать 4,5 миллиарда так называемого спецфонда, вот вы представляете, в окопах бойцам сейчас надо в АТО. Не где-то, а в АТО. Объяснить, что мало того, что они воюют, но еще они должны где-то как-то заработать 4,5 миллиарда, которые в бюджете заложены. Что Министерство обороны во время войны еще должно где-то что-то зарабатывать. Разве это не повод для коррупции, всего того, что вокруг. Но вместе с тем это так прописано, это принято в законе, что, на мой взгляд, недопустимо. Поэтому 2,25% в этом году в бюджете всего от, ну вот так, поэтому контракт, это показатели высокие обеспечения людей, их мотивованность, заинтересованность. Для этого нужны деньги. Еще один момент. Вы говорили о том, что как раз-таки произойдет увольнение четвертой, ребята, в рамках четвертой волны мобилизации, что недобор в рамках шестой волны мобилизации порядка 40%. Есть ли примерное представление о том, какая численность должна быть седьмой волны мобилизации, и удастся ли ее обеспечить, с учетом того, что вот такие проблемы были даже с шестой волной мобилизации, когда только на 60% плана удалось выполнить? Ну, мы вот мельком обговаривали эти вопросы. Значит, по-любому, наверное, 40%, очевидно, если уходит, их надо набирать. И плюс надо, по большому счету, поскольку военно-политическая ситуация не улучшилась, восполнить 40% недобора по шестой. Это просто по законам как бы арифметики. И это надо реализовать, ну, хотелось бы и планировалось за счет контрактников. То есть это сколько примерно тысяч? Ну, я думаю, что это закрытый вообще-то вопрос по цифрам, но я думаю, там, около 50 плюс-минус и так далее. Вот. Из того, что открытый, из того, что можно. Но разговор о том, что, вот смотрите, значит, анонсовано, что в этом году в связи с бюджетом, как бы, и все, значит, повышается чуть ли не в два раза военнослужащим. Содержание денежное содержание. Да, это расшивая забеспечения, да. Но говорится о том, что минимально вот рядовому, и то на линии соприкосновения, а это высшие показатели по обеспечению деньгам, будет аж 7 тысяч. В то время, как мы помним, что более полугода назад патрульная полиция анонсировалась, говорила, и реализовалась. Сейчас им тоже уменьшает денег нет что-то, но говорилось о 8 тысяч. У меня опять возникает, как вот в доле от 5 процентов, почему в этом году меньше в бюджете Министерства обороны, чем в прошлом. У меня возникает вопрос, почему мы показываем, как большое достижение и показатель, выход на 7 тысяч в сравнении с патрульной полицией, которой еще в прошлом году было выделено минимально 8 тысяч. То есть это говорит о том, что кто-то почему-то считает, что во время ведения боевых действий, фактической войны, пускай она гибридная или какая-то не была, значит, у военнослужащих, которые выполняют задачи на линии соприкосновения, фактически ведет боевые действия условия, как бы, наверное, лучше и легче, чем у патрульного в Киеве или в других городах. Я не хочу принизить важность и необходимость реформ в других составляющих секторах безопасности и обороны. Я хочу обратить внимание вас и всех наших телезрителей на то, что есть приоритеты. Если в государстве, которое воюет, приоритетом должна есть война, потому что она будет касаться всех, если здесь будет сорвано, значит, не будет много чего, к чему мы стремимся, как государство и как общество, которое мы видим, то, значит, это должно быть обеспечено и в первую очередь деньгами. Насколько, на ваш взгляд, вероятность того, что конфликт на Донбассе разгорится с новой силой, вот насколько вероятность этого высока по вашему собственному профессиональному субъективному ощущению? Ну, несмотря на последнее заострение в ситуации поведения боевых действий, я ее оцениваю как давление. Мы видим последнее заявление Штайнмайера из Германии, эмиссаров, которые, так сказать, изучают. То есть Россия оказывает давление, она вводит Украину в цейтнот по времени, вы знаете о тех сроках, которые. Она настаивает на конституционных изменениях, на выборах и все, отметая те пункты, которые касаются, а в каких же условиях необходимо проводить. Причем это по требованиям международным, которые в демократических государствах приняты. Но когда касается Украины, это надо делать, несмотря на все демократические, а когда касается их, им надо спокойная, сытая жизнь. Я вот наткнулся, прочитывая интернеты, на версию, что в России за счет того, что дешевеет нефть, заканчиваются деньги, соответственно, скоро она вообще потеряет возможность вести эту войну. Ребята, надо немного продержаться. Мне бы хотелось услышать мнение профессионального военного. Подобные измышления. Насколько они разумны, насколько они соответствуют реальности? Ну, как всегда, во всем есть две стороны, как бы, вопрос или медали. Одна, это такая, о которой вы говорите, по срокам, при всех трудностей, которые есть в России, но это четко надо представлять, что это мощное военное государство. И, несмотря на все трудности, все-таки с каким-то запасом, я полагаю, что года на два, на три, в зависимости от того, как Путину удастся во всем этом маневрировать. До этого удавалось, наверное, да? Два-три года. Но это в лучшем случае. А я оптимист. Я думаю, что вся ситуация должна принципиально разруливаться по прошествии года. Мне так думается. Спасибо. Игорь Романенко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах. Был гостем программы «Утро в Большом городе». Спасибо, что нашли время. Юрий, тебе слово. Спасибо. Спасибо. Так, знаете, насправдь, сейчас Украина, сегодня переживаю одни из нескладнейших своих часов, но взять хотя бы, например, экономическое падение, погрешение качества жизни людей. И теперь, знаете, от уряда и президента не только ожидают, а очень непосредственно требуют решительных действий. Так ось. Чи дочекаемося, а мы покращены с этой ситуацией в этом вопросе, розбирался наш коллега Андрій Булгаров в своей рубрике «Ремарки». Подивіться. Знаете, как выросли цены по итогам 2015 года? Почти на 45%. При этом доходы населения упали на 30%. Так говорит статистика. Причиной в одном и в другом показателе – катастрофическое обесценивание гривны. Правда, и обесценивание – скорее следствие, а не причина. Поскольку настоящая причина все-таки в том, что украинская экономика уж слишком была завязана на российскую. Все ведь заметили, что падение рубля обязательно влечет за собой падение гривны. Даже молдавский лейми не подвержен этим волнением. В результате он, будучи еще недавно почти в два раза дешевле гривны, уже сравнялся с ней. Поэтому без всякой войны с Россией необходимо было отцепляться от ее экономики. Может быть тогда все прошло бы менее болезненно. А так все идет жестко, быстро и по-живому. Конечно, экономисты прогнозируют уже в этом году укрепление национальной валюты и определенный рост в ряде отраслей. Но уже сегодня в кармане каждого украинца от каждой гривны осталось лишь 25 копеек. То есть мы стали беднее на 75%. И отсюда вполне объяснимо недовольство властью. Но если в 2014 или в 2015 году все можно было списать на войну, мол, враг у порога и не до ваших бурячков нам сейчас, то сегодня все больше и больше украинцев, мягко говоря, интересуются. А есть ли у вас план, господа, можно власть? Есть? А с нами не хотите поделиться? Ну, как бы пора, чтобы потом поздно не было. Мы ведь не отказываемся подождать, но хотим знать, сколько. А пока добренького всем утречка. Друзья, 16 января вступил в силу официальный запрет Кабмина Украины на торговлю с аннексированным полуостровом. Если вы думаете, что же вам посчитать этим утром, открывайте сайт издания «Новое время». Там есть хороший аналитический материал. Мясо по 150 гривен и последние грузовые автомобили. Третий день Крым живет в полной блокаде. Из этого материала вы сможете узнать, сколько стоят продукты на полуострове и кого и с какими товарами, собственно, пропускают в Крым. А на сайте «Хвыля» есть интересная статья от политолога Виктора Небоженко. «Ползучая путинизация Европы» называется этот материал. Размышления на тему того, что президент России пытается найти союзников в Европе, пытается покрыть Европу сетью дружественных Кремлю организаций, политиков, СМИ, которые бы выполняли свои роли в этих играх. «Почитайте, не пожалейте, будете лучше себе представлять эти расклады». Так, а я вам раджу почитати іншу статью. Покажите мне, будь ласка, так ось, польский эксперт з питань децентралізації в освиті, Ян Тарчинська, часто якийсь в Украине, іноді здається, що він знає набагато краще всю систему освіт, ніж багато українських еспертів. Так от, якщо ви хочете знати, якою насправді має бути освіта, прочитайте статью «На українські правді». Називається «Експерт Ян Тарчинська, якість освіти починається у відносинах між батьками, учнями та вчителями». Про що я вам хочу ще розповісти, те, що не стосується огляду преси, так про, навіть в фотографії вам покажемо, ржева шапочка і перчатки, а все це в честь перемоги. Так само одягнувся старший тренер жіночої біатлонної збірної України у Рошвеліпс після перемоги жіночого квартета в естафеті. Але воно продає газета «Сьогодні». Таким чином, воник би виконав своє обіцинку, цитую, пообіщав, що після кожного вашого подіума целий день буду носити розову шапку і перчатки. Мені це не дуже подобається, але надію, що придеться носити все рано це все-таки почаще. Ну, крути звичайно. По-моєму, отличний знак внимання к нашим прекрасним девушкам. Вообще, к девушкам надо относиться с вниманием, їх надо береч, потому що якщо їх не береч, с ними може произойти вообще все, що угодно. Вот смотрите, у нас є специальна подборочка. Опять не зберегли. Айч! О, бушенька. Ну, жінок взагалі потрібно носити на руках для того, щоб такого з ними не ставалося. Ну, це надто буде сильним иногда человеком. Слухайте на тебе ланіка. Ладно, навіть. Ще кайпчикай ще декілька каліки. Парамкуєй. Іща вот дын, ще да дын. Давайте продолжим тему женщин. У нас є шикарна історія із Італиї. Просто прекрасна. Читал там, гляде девушка вызвала пожарників. Те приехали, дескали, що треба di сделать, що случилось? Що горит? Она говорит, ну как горит, ну ребята, у меня тут пояс верности, надо снять. Объяснила женщина наличие в принципе пояса верности, что она пытается избежать интимной связи, но не уточнила с кем. Как мы понимаем, явно не с пожарными, иначе зачем бы она их звонила. В общем, ребята, ключ потеряла, помогайте. И что сказать, пожарники справились. Всегда можно положиться на этих сильных, накачанных ребят. Странно это слышать от тебя. Ну, это Юлин текст, но она на самом деле попросила меня сказать его. Да я скажу тогда иначе. Друзья, далее реклама, а потом мы повернемся. Тому дочекаться, что дуже багато всякого цикавого вам есть, что рассказать. Это утро в большом городе. Мы продолжаем. И знаете, тут такая новость из-за рубежа, забавная. Королева поп-сцены Мадонна, похоже, готовится к гастролям по России. Задержала свой концерт на три часа, вышла на сцену пьяной, теперь, говорит, все так и было задумано. Нет, серьезно, так вот произошло. Пишет издание Тимзи. Певица во время своего выступления вообще едва держалась на ногах, вела себя неадекватно, нецензурно ругалась. А потом в своем инстаграме написала, что, господа, да в Луиз Вилле это был, так сказать, перформанс. Я позволил себе пошутить о возможности немного выпить, а общество восприняло мои слова иначе. Вот что происходит, когда люди не читают книг. Ну, естественно, в книгах-то все время пишут про то, как пьяные на концерт прийти. Ну, вы знаете, звезды, они уж такие, могут себе позволить нередко такие вещи, о которых традиционное общество задумываться не хочет. Какие именно эксцессы случаются в звездной среде? Прямо сейчас в нашем сюжете. Разнообразие во всем, особенно в сексе. По такому принципу живут многие любвеобильные голливудские звезды. Хотите узнать, кто до сих пор не определился в своей ориентации? Мы покажем вам все. Идеальная жена и мать Анжелина Джоли не всегда была такой уж примерной девочкой. В начале карьеры она встречалась с экзотической красоткой Дженни Шимитсу. Кстати, худые женщины Эндж совершенно не привлекают. Уверяет, худшее, что может быть, обнимать палку. Ведет двойную секс-игру и Леди Гага. Она настолько любит секс, что ей не важно, какого пола партнер. По крайней мере, так утверждает сама эпатажная дива. А вот ее байфренды почему-то выступают против третьей лишней. Интересно, ну что им не нравится? Экс-участница группы Spiles Girls Мэл Би встречалась с женщиной аж 4 года. Но, видно, девичья любовь ей не пришлась по вкусу. Сейчас Мэл замужем за самым настоящим мужчиной и счастлива в браке. Не скрывает свою бисексуальность и плохая девчонка Линдси Лохан. Признается, она просто любит людей, а какого они пола, ей все равно. Если сегодня я сплю с женщиной, это не означает, что завтра я не выберу мужчину, говорит Лохан. Были жаркие связи с женщинами и у звонкоголосой Феджи, но как спутниц жизни она их не рассматривала. Сегодня Феджи счастлива в браке и о бурной молодости разве что вспоминает. А эта голливудская красотка ради связи с женщиной бросила самого Джонни Деппа. Эмбер Хёрт сначала увела Деппа от Венессы Паради, а затем ушла от него к модели Марьи де Вильпен. Чтобы вернуть бисексуальную красотку, Депп подарил ей, внимание, целый пляж на Багамах, названный ее именем. И что бы вы думали, Эмбер тут же бросила подругу и вернулась к Деппу. Среди бисексуалов есть немало звездных мужчин. Рок-легенда Дэвид Боуи рассказал о своей нестандартной ориентации еще в лихие девяностые. Уверяет, секс с мужчиной – это лучшее, что было в его жизни. А вот актер Том Харди признается, ему просто нравится чувствовать тело. И не важно, мужское оно или женское. Лесбиянка в мужском теле. Именно так называет себя солист группы Плесибо Брайан Молка. Он не стесняется страстно целовать своего гитариста во время концертов и в то же время мило флиртует с поклонницами. Брайан уверен, он не гетеросексуал и не гомосексуал. Он и есть сам секс. Внимательно следите за звездными сенсациями. Дальше будет еще горячее. Обещаем, мы покажем вам все. Чтобы не вытворяли звезды, все равно все на них хотят быть похожими. Ну, хотя бы внешне. Для этого приходится следить за собой, особенно когда рядом такая красавица, как Юля. Мы приняли на себя обязательства и их несем. То есть уже 20-й день я пью витамины. Ну, как вы знаете, мужчинам для того, чтобы оставаться сильными, необходимы петрушка и укроп. Но можно пытаться объедать несчастное растение, можно получать весь комплекс витаминов и микроэлементов сразу, если подойти к делу с умом. Ну, что я и пытаюсь сделать. Поэтому напоминаю вам, друзья, суперия, солнечное настроение каждый день. Антон Суров, но Челябинские парни еще суровее. Они решили проверить российское государство на прочность и фотографироваться на документы с хэдкрабами на головах. Просто хэдкраб это такое существо из вселенной игры Half-Life. Дело в том, что в российском законодательстве разрешается фотографироваться на документы с любым головным убором, если он необходим из религиозных побуждений и не закрывает овал лица. И, собственно, герой, который сфотографировался с подобной игрушкой на голове, он говорит, что решил таким образом выразить протест против обезличивающей системы паспортного контроля в этой стране. Это я сейчас цитирую. Против всяких там ГБшников, религиозных лидеров и прочих нехороших людей, пролезших во власть и ныне делающих из нас бездушное стадо. Ну, безумству храбро поем мы песню. Ребята из Челябинска действительно суровые. Знаете, друзья, я бы вам хотела рассказать одну очень, как на меня, зворушливую историю. Знаете, насправді війна, вона змушает людей кидать все, и работа, и место проживания, и родных, и близких людей. И как, естественно, сирийскому беженцу удалось не только врятаться, а и начать новое жизнь в другой стране. Про это наш сюжет, и я очень рада вам его посмотреть. У 52 года он стал символом драми сирийских беженцев. В один момент он втратил работу и дом. Подолал тысячи километров у пошуках счастья с дитиною на руках. Как сирийскому беженцу удалось втекти от войны, стать тренером испанского клуба, а его сына – остаться на одном поле с самим Роналду, дивиться просто сейчас. Весна 2015-го. Ситуация и до того неспокойном Ближньому Сходе загострюется. Одне за одним терористи захоплюють сирийские места та вбивають мирных людей. Аби врятувати своё життя, місцеві жители кидают все та втікают у сусідні країни. З четырьмя детьми та дружиною від страшной войны втекав і сирийский футбольный тренер Осама Мохсен. Спочатку в Турцию. Аби пригодувати сімью, він починає працювати фізіотерапевтом. Однак мізерної зарплатні, яку до того ж виплачували нерегулярно, не вистачає. Тоді Осама наважується на рішучий крок. Залишивши останні гроші сім'ї, сам вирушає на пошуки кращого життя у Німеччину, взявчи з собою найменшого сина. Дорога зайняла аж цілий тиждень. І коли до омріяної країни залишилось подолати кілька пропускних пунктів, на сербсько-угорському кордоні почалася паніка. Тисячі біженців, таких самих, як і Осама, хотіли встигнути перетнути кордон до його закриття. На маленькому шматочку землі зібралися сотні людей. Було брудно і холодно. У такій тисняві його син почав плакати та відмовлявся йти далі. Розуміючи, що іншого шансу може й не бути, Осама хапає малого на руки та з усіх сил мчить до кордону. Аж тут сталося те, чого очікувати ніхто ніяк не міг. Чоловіку з дитиною на руках, який шукає порятунку, ставлять підніжку. І не абихто, а журналістка, яка вирішила, що таким чином отримає яскравий кадр для свого сюжету. Там був хаос, люди почали штовхатись. Я не бачив, звідки взялась перешкода. Я просто відчув, що падаю. Я думав, це поліцейський підставив мені підніжку. Я навіть не міг уявити собі, що журналістка змогла зробити щонебудь подібне. Кричу, що інцидент був знятий іншими журналістами та вмить облетів весь інтернет. На відео видно, як жінка спочатку дала стусана іншим двом підліткам, а потім поставила підніжку біженцю з дитиною. Ролик став причиною міжнародного скандалу, як в мережі, так і у реальному житті. Побачивши таке, інтернет-спільнота обурилась та почала вимагати звільнення журналістки Петри. Її таки позбавило роботи, однак осама таки не зміг її пробачити. Цю журналістку я не залишу, і її не залишить вся Сирія. І я докладу всіх зусиль, щоб вона заплатила сповна за свій вчинок. Таким людям не можна працювати в журналістиці. Я невдячний їй і не збираюсь говорити спасибі. І якщо для Петри тепер двері у журналістику закрилися назавжди, то для осами та його сім'ї навпаки відкрилися нові можливості. Після скандального інциденту Мадридська футбольна школа запропонувала осамі роботу тренером та оплатила йому та його сім'ї переїзд та проживання. А його найменший син став справжньою зіркою. Футбольний клуб Мадрид, аби підтримати сім'ю біженців, запросили їх на свій матч, де маленький заїд вийшов на поле за руку з самим Роналду. Болівальники схвалили таку акцію кучними оплесками. У сім'ї осами нарешті почалося нове щасливе життя. Ой, як це зворушливо, люблю я такі історії. А ще одна історія, яка мене, ой, як зацікавила і зацікавить абсолютно всіх дівчат, усіх жінок. Найсексуальніший лікар в світі виставив себе на аукціон. Ну, верніше, не себе, а побачення із собою в Нью-Йорку. Щасливоць очікає проживання в готелю «Чотири зірки», шикарна вечеря в ресторані. А що стосується лікаря, то звати його Михаїл Варшавський. Він працює з сімейним лікарем, а також має свій власний бізнес. Ось, зараз бачите його фотографії. Популярність йому приніс журнал «Піпл», котрий назвав Михаїла найсексуальнішим лікарем. Після чого на його інстаграм підписалося більше мільйона чоловік. І всі гроші за аукціони лікар обіцяє якраз витратити і передати на благодійність його власний фонд, фонд доктора Майка, котрий допомагає студентам. Я вам скажу відверто, я, звичайно, прочитала цю новину. Одразу ж залізла в інстаграм, знайшла його. Я теж хочу на цю вечерю. Так їсти захотілося чогось. Я предлагаю другой вариант. Мы продаєм свідання с тобою, а деньги отдаєм нам с Пашей. Нам надо. Думаєте, плато за робота? Нам очень надо. Благодарить на фонд Юлії Заріїв. Плато за робота. Друзі, а вы знаєте, у нас є совершенно чудесна Алена Шаманська, у которой є вопросы, на які не кожна звіза може знайти відповідь. Удалось ли ці відповідь знайти народному артисту України Остапу Уступки? Прямо зараз ви зможете узнать, посмотрев наш сюжет. Добре утро. Сьогодні мой герой Остап Ступка. У мене є 55 вопросів, а у нього тільки 5 минут. Здравствуйте. Як ваше настроєння? Прекрасно. Остап Ступка – известний актер, телеведущий, народний артист України. Артист Национального академического театра имени Івана Франко. Родился во Львове в семье легендарного Богдана Ступки. Окончил Київський театральный інститут имени Карпенка Карова. В 2006-м получил премию «Человек года» в номинации «Лучший актер». В 2012-м баллотировался в Верховную раду от партии Натальи Королевской. Недавно женился в третий раз на студентке театрального вуза Дарьи, которая младше него на 20 лет. Отец троих детей от предыдущих браков – 48 лет. Время начинается прямо сейчас. Ваша самая характерная черта? Не знаю, радость, напевно. Вас пугает ваш возраст? Задумаюсь. Все мы знаем, что мешает хорошему танцору. А что мешает хорошему актеру? Не знаю. Вино или водка? Вино. Мила Кунис или Ольга Сумская? Мила Кунис. Вы подаете деньги уличным попрошайкам? Дуже редко. Политики имитируют эмоции на выступлениях? Завжди. Самый яркий политический симулянт, на ваш взгляд? Пальцем не выстачит. На детях знаменитостей природа отдыхает? Нет. Каково это быть народным артистом Украины? Прекрасно. Главные привилегии? Это людям, впевнение, в подальше творчество в нашей стране. А вам дало? Дало, конечно. Зачем вы коллекционируете чайники? Ну, это лучше, чем коллекционировать холодную зброю. Футбол или бокс? Футбол. Вы чувствуете себя в тени Богдана Ступки? Нет. Вас раздражают, когда вам задают вопросы не о вашей карьере, а о карьере отца? Да. Что самое классное в украинцах? Щирость. Почему Ди Каприо до сих пор не дали Оскар? Ну, сподіваюсь, в этом году отримает. Каким бы вы хотели быть? Так же як і як є. Із-за чого українські актери очень часто переигрывают? Артистам, як і дуракам, нужно родитися. За що вам стыдно перед сыном Димой? Нема такого. Що вас раздражає в современном театральном искусстві? Кон'юнктура. Любимое ругательство? І словаря далі. Я ви готові ответити на видео-вопрос нашого коллеги? Готово? Давайте. Іду щас разговаривать з продюсером по поводу повышення гонорара. Остап, що мені краще одніть – це чи це? Зелений. Якщо б ви могли выбирати іншу професію, що б це було? Рок-музика. Як жениться на дівшці младше тебе на 20 років? Це що потрібно зробити кому? Дівчині. 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 Самая опасна вещь, яку ви робили в своїй жизни? Не люблю опасності. С парашюта прыгали? Боже, випаси. Боїтесь висоти? Боюсь висоти, да. Ви коли-то ви ходили п'яным на сцену? Нет. А 50 для храбрости ніколи? Бо. Жалеєте? Нет. 50 – це не п'яний. Дата рождения тещи? Ну, це квіт і місяць. Просто теща младше мене, тому... Лучший актер Украини? Я. А худший? У нас всі хороші. Любите борщ з салом? Люблю. Предпочитаєте чеснок или лук к этому дуэту? Чеснок. Кого із исторических фигур ви хотіли б угостити салом з чесноком? Короля Швеції, може? А не лорак і таюся і повалі. Нужно лишити звання народних? Ні, не потрібно. Любима поза для сна? На правому боку. Напійте любимую пісню. Геппи нью гір, абба. Так напійте. Я не співаю, на жаль. Даже дома? Ні. Даже в душе? Угу. Ви підтримуєте однополі браки? Ну, якщо в світі це існує. Какая у вас машина? Ренджровер. Скільки должен длиться секс? У кожного по-своєму. Ну, у вас. Ну, я не засекал. Що у вас є, чого нету других? Ну, у мене є я. Що ви відповіте людям, які кажуть, що династия ступок с кожним поколенням теряє актерський талант? Неправда. Ви ребенок в душе? Конечно. Можете съесть лимон і не скривиться? Могу. Мене завжди дивляло, що? Мене люди всегда удивляють. Якщо прохожий обзове мою жену, я? Отвечу крепким словом. Коли я ударяюсь об угол кровати, я кричу? Твою мать. Я терпеть не могу, когда? Когда хамят і грубят. Я очень боюсь. Войны. Коли ваша жена лежит рядом, ви хочете? Я много чого хочу, коли она лежит рядом. В позі звізды я могу только? Мечтати. Когда во время пьесы зазвонил мобильный, я бы его... Вырубил. Быть или не быть? Быть. Почему вы не кушаете лимон? А кушаю. У вас хорошая память? Да. Как меня зовут? Не помню. Вам нравится наша программа? Прикольно. Вы ответили на 55 вопросов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Бывают настолько красивые аппетитные пальчики, так бы и съел. Видимо, именно эта идея была в голове у одного кондитера, который придумал действительно сладкий набор «Дай пять». Конфеты в виде пальцев. Серьезно. Вот смотрите. Вот такие штучки надеваются на кончики, и так вот их кушаешь. Называется пальчики убудешь. 10 конфет-наперстков с разными вкусами. Карамельным, клубничным, апельсиновым, лимонным, белого шоколада. По-моему, очень симпатично. Возможно, это не совсем гигиенично. Но гигиена – это скучно. Зато это ярко, интересно. Смотрите, вот эти пальчики с конфеткой. Вы знаете, я себе одразу думаю, ну, швидше бы закінчилась уже моя диета, чтобы я могла спокойно есть ту цукерки. Не, я их ем, але я как-то так на душі неспокойно, просто жар. Так вот, если вы, например, худнете, худнете, а у вас ничего не выходит, тогда наш сюжет вам допоможет. Что вы делаете не так в боротьбе с зайвою вагою? Подивите. Покупаете только обезжиренные продукты и даже начали качать пресс, а любимое платье трещит по швам? Мы откроем вам пять секретов, отчего ненавистные лишние кило скапливаются на ваших боках. Секрет первый. Утром в вас не влезает даже ложка каши, зато после обеда стол ломится от блюд? Вот и зря. Не поев утром, чуть позже ваш организм попросит чего-то повреднее, да побольше. Вы налопаетесь до отвала и привет лишний вес. Секрет второй. Я только одну булочку, или пироженка, или бургер, или стаканчик газировки, ничего же не будет, думаете вы? Будет и еще как будет. Наворачивая такое количество вредных углеводов, вы не только станете полными, но и подпортите свое здоровье. Секрет третий. То же самое касается жирного. Пакетик чипсов нет и еще раз нет. Бутерброд с колбасой ни в коем случае. Пельмешки со сметанкой забудьте. В компании с такими блюдами о стройной фигуре нужно забыть навсегда. Секрет четвертый. Из дома до работы на маршрутке. С работы домой на трамвае. А дома на диване. Если вы тоже такая лежебока, это срочно нужно менять. Чем больше движения, тем больше калорий вы тратите в течение дня. А значит медленно, но верно теряете лишний вес. Секрет пятый. Вас пугает даже само слово спорт. С этим нужно что-то делать. Без регулярных тренировок ваше тело станет дряблым, а не стройным и подтянутым. Все еще не хотите? Тогда готовьте на лето не модный купальник, а скафандр или плавательный костюм. Оголять такие неаппетитные телеса вам точно будет стыдно. Ну что, за булочкой в магазин или за абонементом в спортзал? Решать только вам. Ну вот вы, допустим, похудели и хотите выглядеть теперь как звезда. Например, как Бейонси. Что надо делать? Надо покупать, как выясняется, новый чехол для вашего телефона. Его специально разработали со специальным таким вот сферическим, не сферическим, а по периметру освещением, которое дает вот правильный свет на ваше лицо. Там несколько режимов. Теплый, холодный, бриллиантовый. В итоге обещают, что селфи будет лучше, чему всемирно известные исполнительницы. Ну, если вам не жалко 80 долларов, то попробуйте. Напишите нам, расскажите, что получилось. Слушайте, вы знаете... Очень такие. А ты надо... Не намекай. Хотя, в принципе, мне начало понравилось. Друзья, есть несколько серьезных новостей, мимо которых мы не можем брать мимо. Во-первых, это новость о том, что Миссион окажет помощь в разминировании. В Донбассе, где, понятно, после боев скатилось огромное количество неразорвавшихся снарядов, не считая уже, собственно, непосредственно Мин. Ну, а кроме того, Штанмайер, министр иностранных дел Германии, заявил, что допускает новое обострение на Донбассе, если и дальше будут промедления с имплементацией минских соглашений. Он заявил о том, что чем дольше они будут, собственно, притворяться в жизнь, тем выше нетерпение сторон и тем выше вероятность того, что боевые действия возобновятся с новой силой. В принципе, в принципе, мяч на стороне Кремля. Достаточно просто вернуть Украине контроль над границей, вывести собственное вооруженное формирование с украинской территории, и тогда минские соглашения будут имплементироваться в жизнь. Но понятно, что официальная Москва, ну, не считает такой сценарий, наверное, оптимальным для себя. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Димчишин заявил, что оснований для возобновления поставок электроэнергии в Крым нет. Договор не подписан, нет базы для того, чтобы что-то делать, объяснил министр. Он добавил, что вопрос поставок электроэнергии в Крым является политическим. В Украине была принципиальная позиция по заключению договора. Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова подписать его и возобновить поставки электроэнергии в Крым, где будет четко указано, что полуостров является частью Украины. Кстати, перебои со светом в Крыму продолжаются до сих пор. Но, собственно, Москва сама отказалась приобретать украинскую электроэнергию для полуострова на тех условиях, на которых был готов подписать договор официальный Киев. Так что у крымчан все вопросы должны быть адресованы именно к Крыму. А вот еще одна информация, еще одна новина из Крыму. Севастопольским студентам зменшили размер стипендии в трое. Еще месячную стипендию студентам Севастопольского державного университета урезали с 4,5 тысяч рублей до 1300, передает информационный агентство ОНН, посылающись на новости Крыма. У пресс-службе вузы эту информацию пока не подтверждают, но сказали, что, мовляв, уже направлено на соответствующий запись до бухгалтерии. 4,5 тысячи 300 рублей за сколько в гривне? На 300 умножай, но это где-то ты, условно говоря, сейчас 400 гривен где-то получают севастопольские студенты. Чтобы заманшило до 400 гривен. Да, до 400 гривен. А было где-то в три раза больше, соответственно, 1200. Слушай, у меня такой вопрос. Ну, у меня имя такое, Антон, я поэтому в любом случае поэзию не очень люблю. А вот ты как к поэтам относишься? Ну, если рифмовать твое имя, то у меня даже иногда получается хорошее стихо. Поэтому я вас поэтам не люблю. Ладно. Союз писателей Российской Федерации наградил кого? Сергея Лаврова за его стихотворение. В рамках премии «Имперская культура» он получил награду в номинации «События, подвиги, люди». Его стихотворение «Посольский приказ» – один из самых выдающихся примеров служения народу, заявил председатель Союза писателей Валерий Ганничев. Ну, это вообще любопытно. Знаете, я понимаю, что когда существует государственное лизоблюдство, но когда министры иностранных дел награждают за поэзию, это, конечно, очень забавно. Но лишь бы мне один цікаво было бы его прочитать. Чи не треба? Не надо. Если уж кого-то награждать, то премьер-министр за селфи. Можно. Медведь старается столько лет. А тут одно стихотворение. А знаете, что еще цікаво? Дивите, как раз в мережи набирают оберті флешмоб, который присвящен Дню Соборности Украины, который мы будем изначать уже 22 сечня. Участники флешмоба фотографируются с табличкой «Украина единая». Ось, вы видите такие фотографии. И выкладывают свои фото в соцмережах. За первые дни в флешмобе уже приняли участие жителей трех континентов. И организаторы рассчитывают, что этого года до акции приедутся 40 стран света и больше 100 украинских мест. Но если вам понравится такая инициатива, то сделайте ее в соответствующую фотографию. Кстати, друзья, призываем вас, кроме того, заходить на сайт «Синопсик.юэй», проверять погоду в своих городах. В Киеве сейчас минус 10, в нем прогреется до минус 6 без осадков. Ну, в общем, зима в своем праве. Поэтому не забывайте вооружаться теплой одеждой, шарфами, шапками, теплыми сапогами и так далее. А раптом, раптом, вы что-то пропустили. Ну, вот так осталось. Прикресси на приемлеме у нас есть сайт «Рано.сетиви.юэй». На этом у нас все. Будем очекать на вас завтра о 6.30 в нашей студии на «Сетиви». Дочекайтесь.